Братцы Два маленьких объявления Первое, вот то, что я сегодня последнюю песню до перерыва пел Про, посвященный, вернее так, Игоря Николаевича Морозову Я считаю, что это действительно основоположник Один из двух или трех афганской песни И в какой-то веке он, наконец, выпустил большую книгу Кому это более-менее интересно Вот там, где продавали билетики Другой вход, центральный, да? Там продается его книга По-моему, называется «Автоматы гитары» По-моему, 500 рублей стоит или где-то так Вот, если кому-то любопытно, то зайдите И можете ее купить Второе, значит, мы сейчас Тоже по графику сделаем второе деление Не очень длинное, не очень короткое Обычно, как и положено И у нас останется еще время на общение Поэтому я вам советую так Особенно не спешить Спокойно Кому что хочется, еще можем посидеть Можем что-то выпить Девчонки нам скажут, когда уходить, если что Если кому-то не достались Мои журнальчики, которые я раздаю Бесплатно, естественно То у меня еще несколько штук осталось Потом мне скажете И я тогда с удовольствием отдам Мне будет домой меньше чего тащить А сейчас начинаем второе деление И совершенно неожиданно И для меня тоже Я думаю, для вас будет Новая песня Которую я никогда вообще не пел Только ее недавно сочинил Чем она интересна? Она не на мою мелодию Обычно я все пою Пусть на примитивную На свою мелодию И называется она, как у Пушкина Из Пин де Монти У Пушкина было одно стихотворение Которые первые строчки были Недорого ценю я громкие права И дальше идет о политике И для того, чтобы преодолеть царскую цензуру Он назвал что-то якобы перевод Из какого-то итальянского поэта Из Пин де Монти Вот А я написал какие-то слова Которые понял, что Нужно тоже обходить цензуру Но не царскую, а внутреннюю Потому что, в принципе, я человек Крайне застенчивый А песня достаточно Ну, скажем так, откровенная Я решил тоже назвать Что эта песня называется Из Пин де Монти Но в ней есть сильное влияние Некрасова И на это влияние Некрасова Был написан романс один такой И сколько я не смотрел источников Автора музыки К этому романсу Я так и не нашел То есть Просто что стихи Некрасова и все Поэтому моя песня называется Из Пин де Монти 2 Музыка народная Братцы, тиши Очень песня грустная Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Очень грустная песня Что ты жадно дымишь сигаретой В стороне от веселых друзей Может, вспомнил родную газету Или провинциальный музей Ах, какие там были девицы Ах, какие вершились дела Как скакали твои кобылицы Закусившей любви у дела На служебных диванчиках узких В древних креслах На стертых коврах Скинув юбки и белые блузки Отдавались они в попыхах И на гребне застойной эпохи Вновь неслись, не страшась, не чертам Расточая Отправляя и стоны и вздохи Опуская все ниже уста Постарели былые лошадки Нет газеты, разграблен музей Не играй же ни в трезвость, ни в прятки Выпей и отправляйся на святки Стройкой старых и веселых друзей Где-то в начале 90-х Собирались мы в городе Киеве Мы это, я имею ввиду, афганцем И в том числе барды афганцем И все было хорошо Но вот я уже почувствовал Что нас, афганцев Очень сильно кто-то подкупает И разделяет И мерзавцы типа Генриха Авезервича Боровика И всякая вот прочая нечисть Ребятам, афганцам дали какие-то льготы Это самое, и прочее И они многие стали бандитами Но, кстати, вот интересно Офицеры, никто практически не шел в бандиты Солдатики неустойчивые И что-то меня тогда уже насторожило Я написал песню, которая называется Братья по войне Над бессонною гратью Желтый снег на стене Где вы, братья, где вы, братья Мои братья по войне Заключенные в объятья Предававшими в огне С кем вы, братья, с кем вы, братья Мои братья по войне Не на вас лежит проклятие За безумие в стране Вы куда идете, братья Мои братья по войне Вас не вправе осуждать я Но все чаще снятся мне Не вернувшиеся братья Мои братья по войне Да, одеждою и стадью Мы такие же вполне Отчего ж так стыдно, братья Перед снимком на стене Вообще, не знаю, как большинство сидящих в зале Я очень люблю Украину Я уверен, что почти у всех, кто здесь сидит Какая-то капля украинской крови обязательно есть А я как-то особенно люблю Киев Вот я в детстве туда попал И потом ездил И так это мне все нравилось А потом вот вроде узнал, что Ребята, с которыми вот тоже То, что я братья по войне пел Мы вместе выступали А сейчас смотрю и узнаю по интернету Что они поют там в этой зоне АТО Для, так сказать, украинской службы безопасности То есть для наших врагов Думаю, вроде с одной стороны Какие сволочи, да, как они могли А вот одна девочка, молодая журналистка красивая Которая обычно ходила на наше выступление Сегодня не пришла, да Вот она ездила туда, на Донбасс, в Луганщину И она интересную штуку раскопала Что оказывается, когда вот там реально Происходит обмен убитыми и пленными То это делают именно афганцы С той и с другой стороны Потому что афганцы Друг другу доверяют А остальные Никто никому не доверяют, да Вот, короче говоря У меня была такая песня Тоже после Киева написана От имени Человека из Киева В драных керзачах С пушкой на плечах Я прошел тебя, Афган В солнечных лучах В ледяных ночах Снится мне зеленый Анкабу-Ташкент И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Оксана М И многие другие Которых я пока что не нашел Сброшена лишь невест Сдана КМС И получена медаль И гляжу с небес И гляжу с небес Как Афган исчез Впереди другая Далька Бул-Ташкент И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Оксана М И многие другие Которых я Пока что не нашел Родина в окне Фото на стене Над кроватью свет луны Что сказать жене Если снится мне Не любовь А путь с войны К Абул-Ташкент И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Моя жена И многие другие Которых я Конечно не нашел К Абул-Ташкент И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Оксана М И многие другие Которых я Пока что не нашел Саша Леник, ты доволен? Ты же украинский националист Как и я Ну вот Почему? Нет, обожди Ты не понял Это песня называется Путь с войны Как я возвращаюсь домой А, ну а другой, да Так Давайте еще раз помним 25 лет Начало первой чеченской кампании Какая была тоска Я не знаю Вот здесь Только, может быть Виталий Иванович Павел Бенчарский Я его представлял Еще раз представлю Это человек Советский полковник Который больше Наши трехсот Наших пленных Солдатиков Вытащил оттуда Вернул К матерям Но Вот это было Первой чеченской кампании Когда она закончилась Было чувство Глубокой тоски Понимаешь Потому что Еще и наши пленные Все-таки там Оставались И понятно Что нужно было Еще раз Вот я вам Просто вот Это Как бы Свидетельство Времени То, что я написал Но то, что думаю Многие Чувствовали Мы смерти тоже Не боялись Но как не выполнить Приказ И мы ушли А вы остались Остались умирать За нас Просить прощения Не вправе Мы видим В яве И во сне Как мы уходим Вас оставить На поругании В Чечне Прощения нет Но мы клянемся Когда ополнятся Верхи Мы к вам вернемся Мы вернемся Что в нашей кровью Смыть грехи И в грозный день Последней битвы Вы с нами Встанете В строю Своими блениями Молитвой Прощая Родину Свою И в грозный день Последней битвы Вы с нами Встанете В строю Своими битвами Своими битвами Полыхал БТМ За спиной И бензин Разливался Вокруг И навеки Прощался Со мною Настоящий Ни песен Настоящий Живот Опаленный Непридуманным Жарким Огнем Рядовые Безлыча Погоны Покоробившись Стрели На нем Но подробности Вам не расскажут Ни комдив Ни ночпор Ни комбат Только место На карте Укажут Где отмучился Этот солдат Да и мы С ним Простились Лишь взглядом Когда Полз Я К живому Огню Если Вы С нами Не Были Рядом Как Же Это Я Вам Объясню К сожалению Это Не Песня Это Бы Это Бы Это Бы Под Гортезом Мы Рухнули Вместе В Придорожную Жаркую Пыль Песня Песня называется За речкой На юге Это Такое Возникло Я не думаю Что от меня Но Возникло Устойчивое Слово Сочетание Афганистан Это значит За речкой На юге А мне Еще Знаете Почему Запомнилось Была Такая В конце Советских Времен Популярная Телепередача Взгляд И Вот Меня Как туда Значит Пригласили Затащили Конечно Я не очень хотел Но Затащили И Какой-то В общем Короче говоря Я должен Выступать С гитарой Это все-таки Петь В прямом эфире Это тяжело Да А По-моему Был какой-то день 23 февраля Или что-то Такое Мне говорят Ну ладно Вы Вы там Споете Там Да И все Там Да Потом Зволью Десять часов Одиннадцать часов Двенадцать часов Пошел первый час ночи Я говорю Ну а вы меня когда Ну Ну вас выпустим Выпустим То есть Они наверное Ожидали Что я там Перегорю Совсем Мороха Сугробы Ветра Наверно Забыть это надо Но помнится Словно Вчера Страна Что за речкой На юге Как мы Ее звали По час Останется Останется Песней О друге На вечно Ушедшем От нас В той Песне И боли Просторы Тревожных Афганских Дорог И гордость И горе И горы Где друг Отозваться Не сможет А мы вот Пришли Из-за речки Мы обняли Жен И детей И песню Поем На крылечке Среди Невоенных Гостей Ни взглядом Ни словом Ни нотой Ни чьем Не смутим Бытие Война Была Нашей Работой И мы Выполняли Ее Но Если Концовку Припевом Подтянет Невидимый Друг Мы Глянем Ни вправо Ни влево А в сторону Речки На юг Страна Что за речкой На юге Как мы Ее звали Подчас Останется Песня Друга Навечно Ушедшая А ты Еще одна из афганскому циклу Называется песня Джалабад Чем интересен Джалабад? он довольно близко от кабула но кабулы стоит в горах на высоте примерно 1 800 метров и зимой в нем очень холодно очень а джелабад стоит за горами но внизу и там зимой очень тепло вот улетаешь совершенно близко от кабула до джелабада а там совсем другая жизнь днем вечер ночью снегопад морозные рассветы а мы летим джелал-лабад джелал-лабад летом там в эвкалиптовых ветвях большие как сороки десятки желтогрудых птах устраивают склоки там берега реки кунар травой покрыты сочной и над водой молочный пар восточной дышит ночью там пальмупругие листы как зеркала сверкают и звезды с чистой высоты по ним траву стекают там как на елке в новый год пунцово красным шаром бесценный безымянный плод красуется за даром там над ручьем стоит камыш три роста человече летучая ночная мышь порхает в нем беспечном там обезьяны из чищев пугают из комуток там снайпера стреляют в лоб что тоже кроме шуток днем ветер ну и так далее вот кстати когда иногда вот сейчас вроде же глупо спорить а что вы не могли вот с этим с афганистан справиться там да 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 во первых там было максимальное там 100 но самый максимальный момент 120 тысяч наших войск американцы в буре в пустыне для маленького ирака у них было больше полумиллиона ладно верно афганистан такой маленький какой нахрен маленький афганистан он больше чем самое большое государство западный фронт западная это самое европы то бишь франции афганистан больше франции это огромное государство туда в принципе послали там несколько наших там этих там полков чтобы если серьезно было то нужно было в большой контингент поэтому назывался ограниченный контингент надо без политики там но просто к тому чтобы понимали что то что сделали в афганистане вот с этими силами было в максимум то что можно было сделать я обещал возвращаться как-то не то что к ракетным войскам окна же молодость нож когда мы были курсантами 70-х годах и все казалось вот он в советские времена ничего было нельзя вы там жили типа как ублюдки там а теперь его свободу такой свободы какая была в 70-х 80-х годах советском союзе это даже придумать нельзя сейчас нигде я ступить нигде не могу я не могу не закурить там не выпить там не к женщине подойти потому что не обвинят в сексуальном домогательстве и вообще ничего не могу я живу как ублюдок там а вот в принципе эти 70-е годы же было время свободы у меня песня была такая про первые курсантские свидания вот тоже там типа армии ванчин да пили мы и курили и девчонки встречались и в самоволку ходили и все-таки хорошо служили и все как минимум до полковника служили а у нас была первая казарма на софийской набережной проданы называлась набережная мариса тореза сейчас я опять софийская столица и тогда было там еще посольство великобритании его сейчас перевели кстати куда-то вот а в тылу посольство великобритании это было сквер репина так называемый или болото где сейчас новая демократическая молодежь устраивать всякие бесчинства вот там кинотеатр ударник и далее да а мы там вот по форме номер полом 3 называлась с голым торсом то есть всякой одежды кроме внизу да мы там на зарядку бегали естественно в знакомые места устраивает там свидание с девчонкой вот такая песня в тылу посольство велика британии где длинный сквер скамейки и фонтан на 1 курсанские свидания я приходил прекрасно юны пьян без памятника живопису репину скамеечка стояла в темноте волнительнее не помню и нелепее свиданий в жизни чем свидания те московская холодная холеная девчонка издевалась надо мной чтоб через час прикинуться влюбленную перед казарменную проходной и нравилось наверно многолюдие голоса со всех сторон эй девочка с какой-то киностудии братан отдам тебя в соседний батальон тогда со страстью будто в самом деле шнэй она приподнималась на носки закидывая на мою шинелишку две белых горностаевых руки и прижималась бедрами упругими и целовала в губы не стыдясь чтобы юнцы военные с подругами завидовали видя нашу связь я иногда хожу за москва речи сажусь на ту скамью когда пуста и вспоминаю будто помнить нечего ее перед казарма юста и вспоминаю что ж не вспомнить нечего ее перед казарма юста вот почти серьезно возможно я бы сейчас не написал я написал несколько раньше называется помолись за россию в гильцах сплющенных огни затепли чтобы ветры их не заносили не засыпали бы гости земли бог простит бог простит мала вера всех ослепших всех заблудших простит но темна судьба офицера кто господний свет не сохранит Помолись за победу, как предобразом над картой всю ночь. Божий промысл нам неведом, сатанистки мы вольны превозмочь. Помолись за солдатам, дивен Бог в своих святых и бойцах, умирающих, брат, за брата, воскресающих в наших сердцах. Помолись за Россию, за всевечную ее правоту, Лишь бы мы огней не гасили и звезде служали Кресту. Лишь бы мы огней не гасили и звезде служали Кресту. А я не знаю, что такое гендуков. Тогда ты и спой. Ребята, я думал об этом, знаешь. И все-таки, если я буду петь заказы из зала, то я каждый раз буду петь одни и те же песни. Да. Но давай договоримся так. Кстати, следующая встреча у нас, кто захочет, это примерно середина апреля. Точную дату мы не знаем, но примерно так, 15-16. Это будет обязательно суббота, обязательно в 3 часа, потому что лично мне это нравится, не знаю почему. Потому что после этого можно еще спокойно выпить. А это самое, а в воскресенье не надо идти на работу, да, и вам тоже так. Вот. То есть это будет где-то в середине апреля, тогда я обещаю, Вадим, а голок, кстати, Вадим Макулов, это бывший наш партийный советник в Афганистане, а потом собственный корреспондент газеты «Правда» в Афганистане. Вадим, когда я закончу, надеюсь, ты почитаешь стихи. Так, у нас осталось сейчас по плану 5 песен, мы это сделаем. Вот когда прошла первая Чечня, потом вторая Чечня, и все равно было чувство безнадежности, да, а потом как-то все отлегло. Вот я вам сейчас пою две песни, просто сравнить так это. Одно, которое было сразу же написано после возвращения из Чечни, а другое через какое-то время, да. Ну что ж, пора, товарищ капитан, Мы родину и смерть не выбираем, Мы под звездой прошли Афганистан, Мы на крестах России умираем. Ну что ж, пора, товарищ капитан, Мы сыновья загадочной страны, Мы как чужие в собственной отчизне, И пусть мы ей сегодня не нужны, Но без нее и нам не надо жизни. Мы сыновья загадочной страны, Нет красных звезд, На полосах знамен, Но наша кровь не изменила цвета, Еще он будет в мире воскрешен, Хотя пока мы гибнем не за это, Нет красных звезд на полосах знамен. Ну что ж, товарищ капитан, Пора, ведь мы ни жизнь, Ни смерть не выбираем, Мы за державу гибнем под ура, Мы за эпоху молча умираем. Ну что ж, товарищ капитан, Пора. Прошло некоторое время, Я написал песню, которая называется «Песенька капитана из Чечни». Вот и весь служебный рост, На погонах восемь звезд, Охожу все годы В командирок взвода. Я, меняя округа, Бил у словного врага, Но за годами чаще Враг был настоящий. Я в Абхазии бывал, В Приднестровье воевал, Я верхом на танке Ездил по таганке. Я стоял на рубеже, Спал с овшами в блиндаже, Я копал окопы Посреди Европы. Не давала ордена Удивленная страна, Умный, мол, ворует, А дурак воюет. Я не робок и не слаб, Я отнюдь не против баб, Но с моим окладом Им меня не надо. Я под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь, Это тоже дело, Если нет обстрела. В общем, я такой, как вы, Из Тамбова или Москвы, Разве что контуржен И никому не нужен. Надо издавать четыре песни, И скоро закончится. Тем более, одна из них, Как я называю эту самую, У меня песни есть такие, У меня есть песни-кричалки, Вот эта песня-кричалка. Я что-то поставил себе задачу Вот вспомнить афганские гарнизоны, Которые я знаю. Их там много, Там я же не все знаю, Но те, которые более-менее знаю, Где-то бывал там, Хоть на секунду заглядывал. Песня называется Афганские гарнизоны. С ташкентской пересылкою Последнюю бутылкою Простились и ай-дам Воздушным сообщением Другое измерение В другие города Кабу, Кабу, РСА в ГУД, Да рулеман, Где чуть живой от скуки Штаб сороковой аэродром, Небесный гром, Камдив с чекушкою И прапорщик с ведром. Джалалалаба, Волшебный сад, Меж двух бригад, Что над рекой Хранят свой собственный покой. Спим на часах С бычком в усах И вертолетный полк Витает в небеса Гундус, гундус, Не хватит мус, Чтобы поэтов Объявить тебя Прекрасно чудо дны. Зимой мороз, Весной понос, И круглый год Жить или не жить Один вопрос Газни-газни Кругом огни. Бьют дышака Издалека И миномет Из бугорка Березаума Гони ханума Без темноты Она не стоит этих сумм Гордес, гордес Пыль до небес Качают духи Головой Перед бригадой штурмовой Мол, за рубли В такой пыли Мы сами духи Продохнуть бы не смогли Шиндан, шиндан Здесь мало банд А тот, кто этому не рад Пусть отправляется в Герат Но здесь окня Госпиталя Где много папа Сними пухом нам земля И Кандагар Сплошной угар На черной площади Броня горит Средь ночи И средь дня Но за углом Аэродром Где нас не взять Где ждет нас Пропорщик С ведром Ну вот сейчас песню, которую Я, к сожалению, пою на каждом выступлении Но сейчас у меня повод железный Маленькая такая писательская делегация Что бывает сейчас редко поехала на север Из трех человек, да Поехали мы в логовище Газпрома А логовище Газпрома Это город Югра Там Газпром, Югра, Трансгаз Ладно, полетели мы туда Потом еще нужно было ехать Где-то 8-9 часов на машине В Москве задерживался рейс Кстати, кто давно не летал, я не советую летать Это ужас какой-то Там тебя вообще чуть ли не раздевают Там это нужно вставать так Нужно поднимать руки Там нужно снимать ботинки Вообще все это унизительно Все это глупо Все это гадко Вот, и рейс еще, как всегда И не вовремя улетел Короче, когда добрались туда До города Югорска Полностью ошалелась какая-то там У нас поселили в ВИПовскую, Газпромовскую гостиницу Вхожу в свой номер Там какой-то зал такой огромный Там не дверь, а ворота Открываю я ворота А там собака сидит Вот такая собака А я ошалевший с такой дороги Вообще ничего не понимаю Думаю, может у них так принято С собаками встречать В общем, прошло, наверное, секунд 30 Пока я понял, что собака-то не живая Это они, кажется, Газпром Они так выпендриваются Понимаешь, у них должен быть номер с собакой Какая-то фарфоровая собака Вот такой величины И я, конечно, сразу же вспомнил Свою песню Нюрка Потому что собака была Раскрашена под овчарку И поэтому вот свое выступление А я там довольно много выступал Там с гитарой Я пел Нюрку Кстати, что мне было интересного Что практически в любой аудитории Включая детскую Хоть кто-то, но эту песню знал И ко мне подходили А вот там, типа Да, вот мы стихи знали А то не знали, что это песня Или А вы вроде где-то по записи По-другому пели Но у меня еще второй повод Я сегодня хочу вспомнить Виктора Павловича Куценко Это был такой генерал Художник Советник Инженерных По инженерным войскам В Афганистане Замечательный человек И однажды Вот в санатории Русь Который был И сейчас Помню еще воду на афганцам Он оформлял музей И там очень много Был картин Вот мне показывают Одну картину Я говорю Мешаясь на лапах А как Нюка была хороша Самый тоненький Чудел о запах Плачет Нюка А птица летит Боевая железная птица Плачет Нюка Себе не прости Но ведь плачет И все не прости Себе не прости Гладит Нюку Родная рука Ей лизнут бы Хозяйскую руку Так знакома Она так легка Обреченная Нюркой На муку Вертолет не врезается пол Высеченная Нюркина тело Сотню раз Она чуяла топ А в сто первый Чуть-чуть Не успела Но за гривку Прошел холодок Когда запахом Сбоку пахнуло Но на тонкий Стальном проводок По расщелине Лапа скользнула И взметнулся огонь Из камней И запахло Железом каленым И хозяин Идущий за ней Опустился На землю Со столом И ползла К Нюрка Ползла И лизала Его И лизала И хрипела На помощь звала И глазами Всю боль Рассказала Подбежали К саперу Друзья Обмотали Бинтами Сапера Он сказал Не без Нюрки Нельзя Нет Сказали ему Это горы Вертолет Прилетел Не без Нюрки Их вдвоем Погрузили В машину Ты не плачь Нюрка Я не умру Ты не плачь Я тебя Не покину Но плачет Нюрка Живая душа Слезы С кровью Смешались На лапах Ах Как Нюрка Была Хороша Самый Тоненький Чуя Лаза Последняя песня Она вроде бы как про ракетные войска а на самом деле я думаю про нашу с вами жизнь У нас последняя казарна уже больше даже как общежитие была вот недалеко отсюда Мы сейчас сидим на цветном бульваре где самотека а вот там есть чуть подальше там Садовая Спасская улица вот песня про Садовая Спасская улица где было последнее мое казарное представление мечты обязательно сбудутся но вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица автобус 98 пивные ларьки в окружении и через дорогу про домах войдите в мое положение пропить все и жить дотаща я выучусь стану ракетчиком женюсь воспитаю ребят над жизнью своей искалеченной расплачусь я вдруг не в попад жена удивленно нахмуриться я удивленно нахмуриться выпью и снова со мной Садовая Спасская улица автобус 98 мы люди по-своему дошлые советские экс-юнкеры да здравствует светлое прошлое туманному завтра ура претерпится жизнь и прелюбиться жаль юность порвется струной прости меня Спасская улица автобус 98 автобус садовая Спасская улица автобус 98 автобус вот кто здесь не первый раз знает что всегда заканчиваю одну песню и одними теми словами если кто хочет понимать что творится в этом мире и что раньше было считайте Вадима Валерьяновича Кожанова История Руси и русского слова загадочные страницы двадцатого века там и прочее все есть о нашей жизни есть об истории я сейчас ее спою свою песню но то которая была любимой песни Вадима Валерьяновича Кожанова и однажды он мне так еще даже не по пьянке в конце жизни уже очень мало пил он сказал что а возможно это лучшая песня двадцатого века я за эту фразу ухватываюсь и на ней на этой песне собираюсь закончить это тоже офицерский романс от боя до боя недолго не коротко лежим не сп região а что нам терять кроме доля нам нечего больше терять А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять. И путь на пространство к державе, Весь фронт наш незримый опять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. Пилоткие волосы серы, Но выпилась белая прядь. А что нам терять, кроме веры, Нам нечего больше терять? А что нам терять, кроме веры, Нам нечего больше терять? Как звезда из некраженной жести Восходит над нами опять? А что нам терять, кроме чести, Нам нечего больше терять? А что нам терять, кроме чести, Нам нечего больше терять? В короткую песню не верьте, Нам вечная песня подстань. А что нам терять, кроме смерти, Нам нечего больше терять? А что нам терять, кроме смерти, Нам нечего больше терять? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, друзья! Ещё раз напоминаю, Возможно, в апреле встретимся. Во-вторых, давайте не разбегаемся, Спокойно сидим. Кому ещё не достались журнальчики, Я с удовольствием сейчас, через несколько минут отдам. А сейчас сидим спокойно, да. Ну, кто спешит, тот спешит. Спасибо ещё раз всем! И да, кто хочет свободный микрофон! Вон! Вадим Акулов! Бум! Продолжение следует...